Добрый вечер! Давайте мы вначале встанем и все вместе споем пение, которое мы недавно совсем пели, но которое очень хорошо помогает нам выразить нашу благодарность нашему Богу. Ты зажигаешь в небе звезды, им даруешь яркий свет, ты называешь поименно миллионы из планет. Ты правишь севером и югом и вселенной всей, и я принадлежу Тебе, мой Господь, и я принадлежу Тебе. Я тебя благодарю за святую кровь Твою, ты достоин славы всей. Бог, Боговый Царь Царей, я тебя благодарю за святую кровь Твою, ты достоин славы всей. Бог, Боговый Царь Царей, по Твоей воле всемогущей существуют небеса. Я знаю, этим миром правит. Сильная рука, что близко ты со мной рядом, пастырь мой и Дух, ты царь, и я тебе пою, аллилуйя. Ты царь, и я тебе пою, небо и земля Твоя. Бог, Боговый Царь Царей, я тебя благодарю за святую кровь. Бог, Боговый Царь Царей, я тебя благодарю за святую кровь. Ты достоин славы всей, Бог, Боговый Царь Царей. Слава Богу. Помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за эту возможность быть сегодня вместе, быть с братьями и сестрами, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что, Господь, небо и земля Твоя, и это мы видим в Писании, Господь. За то, что Ты открыл нам, что делаем мы здесь, Господь, что это вся земля, Господь, это Твоя, что Ты творец всего и Ты творец нашей души, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что мы можем быть частью Церкви Твоей, Господь. И благодарим, что сегодня мы особенно можем думать и благодарить Тебя за все те благословения, Господь, которые Ты посылаешь в жизнь нашу. Благослови, Господь, сегодняшний день и на протяжении этой недели, этих выходных, Господь, когда мы будем собираться с семьями нашими, чтобы особенно осознать, Господь, эту благодарность Тебе, Господь, дать Тебе достойную славу, благодарить Тебя за все-все-все, то, что Ты даешь нам, Господь, а Ты даешь нам так много. Благослови все это служение, пусть оно будет во славу и хвалу Тебе. Аминь. Благослови все это служение, пусть оно будет во славу. Благослови все это служение, пусть оно будет во славу. Благослови все это служение, пусть оно будет во славу. Благослови все это служение, пусть оно будет во славу. Благослови все это служение, пусть оно будет во славу. Благослови все это служение, пусть оно будет во славу. Благослови все это служение, пусть оно будет во славу. Благослови все это служение, пусть оно будет во славу. Благослови все это служение, пусть оно будет во славу. Благослови все это служение, пусть оно будет во славу. Благослови все это служение, пусть оно будет во славу. Слава Богу. Дню Благодарения, или, как мы говорим, празднику Благодарения. Вы знаете, когда я думаю о празднике Благодарения, я осознаю, что это необычный праздник. Обычно, когда мы что-то празднуем, мы вспоминаем какое-то событие, которое было в истории. Пасху, Рождество, и мы смотрим назад и говорим, что причина, почему мы вспоминаем это событие, потому что благодаря этому событию сегодня у меня есть жизнь, у меня есть возможность знать Бога, познавать его глубже, или другое может быть какое-то событие, которое оставило очень большой след на нашей жизни. Когда мы говорим о Дне Благодарения, в принципе, мы вспоминаем не какое-то событие, но это день, который установлен, по крайней мере, в этой стране, в которой мы с вами живем, для того, чтобы помочь людям сфокусировать свое внимание на отдаятеле тех благ, которые мы с вами имеем. Вы знаете, я буквально сегодня подстригался, вот видите, я подстригся, и я спрашивал эту женщину, которая подстригала меня, говорю, «What are you doing for Thanksgiving?» Она, «Well, we're just getting together, мы собираемся, и мы будем… We're just going to be thankful». Ну, я ее еще раньше знаю, что, в принципе, она не христианка, она не знает Бога, и у меня появился такой вопрос, «Who are you going to be thankful to?» Вот, к кому ты будешь благодарить и к кому ты будешь обращаться? И я осознал, что вот в разуме многих сегодня людей, в принципе, идея благодарности, и больше, наверное, точнее ее назвать, это не благодарность, а просто, когда люди, they appreciate, они просто ценят, и они просто радуются тому, что у них есть. Но, вы знаете, благодарность бессмысленна без объекта благодарности, друзья. Вот почему День Благодарения, единственное разумное заключение сделать, он, может быть, только правильно воспримут в контексте христианства, в контексте людей, которые знают, кого благодарить. Потому что без даятия, даятеля, благ нам некого благодарить. Когда мы с вами смотрим в Писание, мы видим, что Бог в Ветхом Завете для своего народа в Израиле устанавливал всякие разные праздники. И хотя мы понимаем, что мы сегодня не празднуем такие праздники, как праздник трубы, праздник кущей, хотя сегодня мы вспоминаем, в некотором контексте вспоминается праздник Жатвы, мы вспоминаем его или празднуем праздник Жатвы вместе с Днем Благодарения. Но если вы проанализируете все праздники, которые были Богом задуманы, вы увидите, что главная цель этих праздников была в том, чтобы помочь человеку не забыть Бога. Во всей суете жизни, во всем том, что он встречается и чем его разум заняты, во всем этом нам очень легко с вами просто забыть Бога. Я прочитаю буквально несколько стихов во второзаконии в 6 главе, в 12 стихе написано «Тогда берегись, чтобы ты не забыл Господа». В второзаконии 8.11 «Берегись, чтобы ты не забыл Господа, Бога твоего». Это сказано в контексте, когда он говорит «Вы войдете в обетованную землю, у вас будут плоды, у вас будут дома, у вас будет достаток». Легко помнить о Боге тогда, когда ты идешь в пустыне. И тогда, когда ты понимаешь, что у тебя есть манна, эта манна, она дается только на один день, и если я проснусь утром, и Господь не пошлет мне новую манну, я, в принципе, могу с голоду умереть. В таком контексте легче помнить Бога. Вот когда мы смотрим на второзаконие 8 главу, Бог смотрит вперед и говорит «Скоро вы войдете в обетованную землю». Но вам нужно сознательно оберегаться чего-то. Вам нужно приложить усилия для того, чтобы вам не забыть Господа Бога твоего, который вывел вас из земли египетской. Второзаконие 8.14 «То смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Помните, были такие праздники, как праздник Пасхи? Этот праздник, который дан был не только первому поколению израильтян. Он говорит, ты должен праздновать его в грядущее поколение, потому что этот праздник был предназначен, чтобы напоминать своим сыновьям, своему поколению, а потомству своему о том, что рабами были мы в Египте. Вот как только израильтянин забывал этот момент, он забыл источник вообще, почему он существует, и почему у него есть семья, почему у него есть родители. То есть Бог установил целый праздник для того, чтобы каждый год эти люди праздновали. Помните праздник Кущей? Праздник Кущей также был установлен с этой целью. Бог говорит, что я хочу, чтобы вы один раз в год выходили и жили в кущах, в палатках. Цель этого праздника, друзья, не черчкемп. Наш черчкемп далек от праздника Кущей, который праздновали. Цель была не отдохнуть, а цель была напомнить, что однажды наши отцы, наши деды, наши прадеды, наши родители вот так вот жили в кущах, когда Бог выводил их из земли египетской. Опять же, для чего все это было сделано? Для того, чтобы сознательно напоминать детям о том, как Бог провел нас до сих пор. Это очень важно. Праздник Жатвы, мы знаем, то же самое. С этой целью был сделан. Вот сегодня, вы видите, наши друзья потрудились для того, чтобы показать перед нами эти видимые знаки, урожаи и вот таких вот благословений, которые нам Бог дал в этом году. Я чуть позже буду говорить о нуждах, которые у нас есть, благодарственные нужды. Друзья, я хочу, чтобы я сегодня или мы сегодня все вместе, я сейчас прочитаю текст, мы поговорим немножко о благодарности, я очень быстро, эта проповедь будет очень короткая. Моя цель сегодня – призвать каждого из нас к молитве. Я хочу, чтобы буквально через 5-7 минут мы с вами встали на колени, и чтобы это собрание, друзья, у нас было особое. Возможно, вы никогда не молились вслух. Я знаю, что вы точно молились дома, я знаю, что вы молитесь с семьями. Кто-то из вас, возможно, никогда не молился в церкви. Я хочу призвать, чтобы у нас сегодня была продленная молитва, как можно больше людей, чтобы вы просто обратились к Богу не столько с нуждами, сколько с благодарностью. Возможно, вы не можете представить себе молитву без нужд. Это неплохо, если мы будем просить Бога о чем-то сегодня. Но в основном я дам чуть-чуть позже конкретные нужды, благодарственные нужды, или так сказать, наверное, нельзя. Благодарственные молитвы или темы для благодарений. Повод для благодарения. Я хочу, чтобы сегодня каждый из нас мог помолиться. Может быть, не каждый, конечно же, но большинство из нас могли вслух помолиться и воздать Богу славу за то, что Он очень сильно благословляет нас. Несколько причин. Я думал, мне кажется, что мы не всегда понимаем смысл молитвы вслух. Я правильно размышляю? Я думаю, что не всегда мы понимаем смысл молитвы вслух, и мы думаем, ну для чего молиться вслух, если это можно сделать тихо, просто в глубине сердца. И у нас есть разная практика. Мы молимся по группам, мы молимся иногда тихо. Есть очень такая, знаете, какая-то личная, может быть, тема, о которой мы говорим. Давайте просто мы вам дадим пару минут сейчас помолиться про себя, просто в своем сердце. Знаете, я сегодня просто сел и написал, я спрашивал для себя, важно ли молиться вслух. Вот в контексте поместной церкви, в контексте собраний. Я нашел пять причин, почему я считаю, или можно логически, скажем, к этому прийти. Я не думаю, что эти аргументы можно найти в Писании, где это Писание не ставит перед собой цель доказать нам, что нам нужно молиться вслух. Но я думаю, если мы посмотрим на практику жизни, мы можем прийти вот к таким причинам. Во-первых, молитва вслух, друзья, она нас объединяет как церковь. Я скажу, почему. Помните, первая церковь, написано, что она постоянно пребывала в молитвах. Там было учение, там было общение, преломление хлеба и в молитвах. Так вот, я очень сильно сомневаюсь, что это были молитвы просто глубоко в сердце. Я уверен, что когда первая церковь собиралась, она действительно молилась вслух, они делились общими нуждами. И когда мы с вами думаем о молитве, вы знаете, я не могу найти чего-то более личного и более глубокого expression of yourself, проявления себя, чем когда мы молимся с вами. Если мы по-настоящему молимся, есть молитва как заученная фраза, я сейчас не об этом говорю. Если помолиться просто заученными фразами, для этого много не нужно силы, для этого много не нужно храбрости. Но, вы знаете, настоящая молитва, вот даже те из вас, кто молятся дома со своими женами, по-настоящему молятся, опять же, не просто исполняя ритуал, а с вашими семьями. Вы почувствуете, что во время молитвы, когда два человека молятся, они это делают от сердца. They connect together. Они соединяются. По простой причине, что если вы по-настоящему молитесь Богу, с ваших уст исходит то, что там глубоко-глубоко в сердце. И вы это не любому человеку расскажете. Вы это можете Богу рассказать. Но вот когда я слышу глубокую молитву другого человека, искреннюю молитву, это мне позволяет, я думаю, нам друг другу позволяет немножко глубже увидеть этого человека отношение с Богом. Увидеть то, какая у него боль на сердце. Вторая причина, это мы можем назидать друг друга через молитву. Кто из вас любит книгу псалмов? Псалтырь. Я думаю, все мы ее любим, все читаем. Я буквально на этой неделе читал ее, поглощал просто. У меня были свои ситуации, свои трудности. Я очень люблю эту книгу. Но вы знаете, что 99% этой книги, Псалтырь, большинство псалмов, это молитвы. И мы сегодня читаем молитвы других людей, Давида, Асафа и других людей, их обращение к Богу. И мы получаем от этого глубочайшее назидание. Мы видим, как эти люди исповедуют Бога, как они открывают очень глубокое учение о Боге в своих молитвах. Поэтому в молитве мы можем напоминать друг другу очень важные истины о Боге, о мире, который нас окружает. Третье, как я уже сказал, в молитвах мы можем слышать нужды друг друга. Я думаю, те из вас, кто вовлечен в малую группу, вы иногда замечаете, что когда спрашиваешь, есть какие-то нужды. И не все высказывают все нужды. Но потом человек начинает молиться, и он в молитве у него где-то проскальзывает то, что у него глубоко на сердце. То, что его тревожит. И таким образом человек может поделиться даже своими нуждами. Или мы можем услышать, что тревожит другого человека через его молитву. Четвертое, молитвой мы можем воодушевлять работой Бога в сердцах братьев и сестер. Вы знаете, это очень воодушевляет, когда мы слышим, как люди молятся, когда они пламя на это делают, когда они благодарят Бога за определенные вещи. Это тоже говорит о том, что Бог действует в их сердце. Это, в принципе, то, что мы делаем по субботам. Когда мы делимся тестимонис, когда мы говорим о том, как Бог работает в нас, мы это тоже можем делать через молитвы. И пятое, что я для себя отметил, когда мы молимся вслух, мы учимся более осознанно молиться. То есть мы продумываем каждое слово, когда мы вслух молимся, мы more careful, что мы говорим. То есть наш разум, он больше вовлечен. Потому что, опять же, я уже говорил, что очень много наших молитв, они происходят на автомате просто, они просто заученные. Поэтому я хочу сегодня призвать вас, дорогие друзья, чтобы мы сегодня, сейчас у нас будет время для молитвы, чтобы мы с вами могли это сделать. И я дам вам для этого время, и потом я помолюсь в самом конце. Давайте с вами откроем текст Священного Писания. Это Луки, 17 глава. Очень известная история, она мне пришла на память, когда я размышлял о Дне Благодарения или о благодарности человека вообще. Луки, 17 глава, с 12 по 16 стих. Откройте со мной, пожалуйста, этот текст, если у вас есть Библия с собой. Сегодня у меня пауэрпоинта нету. Итак, Евангелие от Луки, 17 глава, с 12 по 16 стих. Речь идет о Христе. Когда Он входил в одно селение, встретили Его десять человек прокаженных, которые остановились вдали, и громким голосом говорили, «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, Он сказал им, «Пойдите, покажите священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога. И пал низ к ногам Его, благодаря Его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал, «Не десять ли очистились? Где же девять?» Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего, иноплеменникам? Вот в этой небольшой истории, друзья, я не знаю, как вы, но я вижу здесь, насколько Иисус, Бог, всемогущий Бог, всезнающий. Мы знаем, что Христос, Христу не нужно, чтобы кто-то Ему рассказывал, что у Него в сердце. Правда? Подумайте о всех тех ситуациях, когда Христос сталкивается с больными людьми. И Христос, ясно написано в других текстах, что Он видит, что в сердце человека. Помните, был человек, которому он с Ним встретился, и он говорит, «Ты еще когда был под смоковницей, я уже тебя видел». То есть Иисус Христос обладает всеведением. Он не нуждается, чтобы кто-то Ему что-то говорил, что у Него в сердце. И вот этот Христос подходит к прокаженному, подходит к больному человеку и говорит, «Чего тебе нужно? Что ты хочешь?». То есть Христос, друзья, Он может видеть наше сердце, и порою мы говорим, «Ну, я просто в сердце благодарен. Я вот просто по жизни благодарный человек, мне не нужно специального дня для того, чтобы выражать свою благодарность». Даже в такой истории Христос говорит, «А где же еще девять человек? Они же все исцелились. Почему только один взял для этого время, поднажался, нашел для этого возможность и вернулся, воздавая славу Богу?» Вы знаете, я не думаю, что остальные девять были неблагодарны. По крайней мере, они были, может быть, настолько благодарны, насколько сегодня неверующие люди празднуют День Благодарения. Они просто радовались. «Где же эти остальные?» Может быть, вы знаете, эти люди побежали в храм благодарить Бога. Мы не знаем. В то время очень много людей думали, что вот поклонение Богу, и я могу только найти Бога только в храме. Мне надо для этого специальное место. Может быть, эти люди, они думали, что я просто могу в сердце быть благодарным Богу. Вот они даже не подумали, что нужно прийти, для этого специальное сделать время, специальные слова, и нужно вербально поблагодарить Иисуса Христа. Друзья, это нам показывает, опять же, у меня нет времени сейчас развивать эту целую тему, но я просто хочу показать, насколько Богу небезразлично вот время, которое мы выделяем из нашей жизни. Мы не можем просто сказать, ну, я каждый день благодарен. Все мы с вами живем в суете, друзья. Нам нужно специальное время. Точно так же самое, как вы можете сказать, ну, я люблю свою маму, или я люблю своих родителей, I appreciate them very much. Но одно дело, когда вы просто post something на Фейсбуке, да, или когда вы просто говорите в общем, что я люблю своих родителей, I appreciate them. Но другое дело, когда вы возьмете время из вашего дня, когда вы возьмете время из вашего графика, и вы приедете к ним домой, и вы посвятите это время для них, попьете с ними чай и скажете, мама, папа, я так благодарен, что ты у меня есть. То есть это две совершенно разные, два совершенно разные случая. И вот подобно Бог, друзья, так же самое, как Он устанавливал праздники. Возможно, люди были весь год благодарны, но Он говорит, сделайте специальный день, чтобы вам отвлечься. Пасха, день Куща, это праздник Господу. Он говорит, не делай ничего в этот день, соберитесь на собрание специально, чтобы посвятить все свое сознание, все свое внимание именно для этой цели. Друзья, вот почему мы с вами сегодня собрались здесь. Я хочу, чтобы это собрание было вот этим моментом, чтобы мы сейчас просто забыли все, что мы дома оставили, что мы оставили на работе. Просто поразмышляли сегодня о том, как много нам есть, за что благодарить нашего Господа. Юрий Михайлович будет проповедовать вторым, и он еще скажет нам много разных нужд, за которые мы можем благодарить. Открутится мы еще раз еще один текст, вот очень быстро. Римлянам, первая глава. Посмотрите, что происходит с человеком, когда у него неблагодарное сердце. Писание представляет нам благодарность, как то вообще, из чего истекает вся жизнь христианина или человека. Вот посмотрите здесь, мы читаем 19 стих, да, 1 глава римлянам, что Бог явил язычникам, да, все, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им невидимую свою силу, божество свое. Ну, 21 стих, посмотрите, но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленно их сердце. Друзья, вот если вы не будете останавливаться просто в вашем графике, если вы не будете останавливаться просто в вашем дне, в вашем году, для того, чтобы просто посвятить один день, вот просто полностью сосредоточиться на благодарности Богу, поверьте, что с вами то же самое произойдет. У вас будет суета, которая поглотит просто вас, у вас пропадет всякая чувствительность к этой суете, как это произошло вот с этими людьми. Я хочу нам предложить, сейчас мы будем молиться, несколько конкретных сфер, за которые мы можем быть благодарны. Самое первое, я хочу, чтобы мы сегодня поблагодарили Бога за Его спасающую благодать. Мы с вами, друзья, получаем благодать от Бога в самых разных сферах, и вот я знаю, что многие из вас ценят спасением, которое Бог нам дал. Вот, по крайней мере, я это знаю из субботней нашей встречи, где многие люди, действительно, мне очень понравилось, что когда мы высказывали, за что мы благодарны, многие люди это больше всего подмечали, что я больше всего Богу благодарен за спасение моей души. Это важно, друзья, чтобы мы помнили о том, что, действительно, мы были безнадежны, мы были никто в этом мире, Господь нашел нас. Второе, за то, что я хочу, чтобы мы могли сегодня поблагодарить, это тоже за благодать, но не только за благодать спасающую, но за благодать сопровождающую. Я в воскресенье говорил об этом, и, опять же, на протяжении этой недели, обычно, когда я проповедую о чем-то, Господь потом всю неделю меня тестирует в том, о чем я проповедовал. И я тоже размышляю о том, что, друзья, есть вот эта благодать в страданиях, особенно в несправедливых страданиях. Помните, мы с вами говорили, Петр говорит, что это угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, страдает несправедливо. Так вот, помните, что нам можно благодарить Бога за благодать не только за хорошие действия, но и за плохие, за трудности в жизни. Опять же, здесь нужно увидеть это как благодать Божью, нужно увидеть, чего Бог достигает через это. Но подумайте, каких людей Бог посылает в вашу жизнь, которые сформировали вас тем человеком, которым вы сейчас являетесь. Вы знаете, очень много людей иногда спрашивают, более старшее поколение, говорят, вот если бы ты мог что-то изменить в своей жизни, что бы ты изменил? Вы знаете, я смотрю на свою жизнь, мне еще не 90 лет, конечно же, но мне тоже спрашивали этот вопрос молодежи, я пришел к выводу, что я не знаю, что бы я изменил. Любое то, что бы я изменил в своей жизни, оно бы не сделало из меня человека такой, который я сейчас есть. И поэтому буквально какой-то один фактор уже бы изменил ход моей жизни, направление моей жизни. Поэтому нам очень сложно сказать, что бы мы изменили. Нам нужно помнить, что мы то, кем мы являемся сегодня, благодаря Божьей благодати, которая проявлялась не только в хорошем, но и в плохом. И в трудностях, и в несправедливости, и в самых разных вещах, которые Бог допускает в нашей жизни. Третье, за что хочу, чтобы мы поблагодарили сегодня, друзья, это за Слово Божие, которое у нас есть. Чем больше я общался с людьми в семинарии, которые приезжали из разных народов, из разных племен, я увидел просто, насколько сегодня еще есть народы, у которых нет Библии, переведенной на их язык. Им нужно ее читать через переводчика. Сейчас существуют целые центры, которые посвящают этому многие года, чтобы перевести различные книги на их язык, друзья. Я благодарен сегодня Богу за то, что это Слово, во-первых, до нас дошло, во-вторых, оно было переведено на нам понятный язык. Если мы изучим историю написания Библии, мы просто это оценим на много-много больше раз, ту драгоценность, которую мы с вами имеем. Четвертое, я хочу предложить, чтобы мы с вами поблагодарили за Церковь, за Поместную Церковь, за Вселенскую Церковь Христа. Я хочу, чтобы мы, говоря о Церкви, друзья, видите, сегодня мы пришли, и здесь уже печка работает. Не знаю, когда вы последний раз благодарили за печку. Я поблагодарил недавно тогда, когда у нас было 2-3 собрания без печки, а потом сделали газ. Хотя мы чувствуем запах, но мы все равно радуемся тому, что здесь нам тепло и уютно. Давайте поблагодарим за Церковь, которая приняла нас, которая дает нам возможность собираться здесь, за людей, за друг друга, за сердца, которые нас окружают, которые открыты к нам, за слабости в людях, которые Бог использует, чтобы формировать нас, за всю ту работу, которую Бог производит в наших сердцах через Поместную Церковь. Пятое. Давайте помолимся за наши семьи. Сегодня здесь и дети с нами есть. Друзья, Бог благословляет нас детьми. Маленькими, большими, новорожденными. Эти дети растут здоровыми. Они не так часто болеют, не такими смертельными болезнями, которыми они могли болеть. Многие из них принимают Христа в свое сердце. Вы знаете, у нас сейчас есть 5 человек, которые ходят на занятия для крещаемых. Я радуюсь, когда я слышу о работе Бога в их сердце. Я знаю этих людей 2 года тому назад, и некоторых из них я точно знаю, что они ничего не хотели иметь общего с Богом. Сейчас это люди, которые каждое воскресенье у нас начинаются беседы, я все время спрашиваю, что Бог делает в вашем сердце. Иногда мне нужно их останавливать, потому что у них есть много чем поделиться. За это тоже благодарность Богу, друзья. Это не могу ни я произвести, ни родителей, никто. Это, естественно, происходит работой Святого Духа. За то, что мужья становятся ближе к женам. Вы знаете, опять же, я как пастор общаюсь с разными людьми, и я вижу, как Бог производит изменения во многих семьях. И за это ему слава. Ну и последнее, что я здесь написал, я думаю, есть еще много разных других сфер, но это благополучие страны, в которой мы живем. Это правительство, которое сегодня есть, на данный момент, о котором мы молимся, чтобы оно было и на следующий срок. Это за экономику, которую мы имеем, за работы, которые у нас есть. Вообще, за эту страну, друзья. Особенно за мирное время, в которое мы сейчас с вами живем. Мы не переживаем, что сейчас прилетят какие-то самолеты, будут какие-то снаряды лететь в наши окна. Мы живем, друзья, в очень благополучное время. И поэтому это благополучное время, конечно же, может быть нуждой для того, чтобы Господь помог нам не забыть его. Но благополучие также является и благословением. Поэтому давайте сейчас преклоним наши колени. И все желающие, я попросил, чтобы нас было больше сегодня, чтобы мы могли помолиться Господу и воздать Ему славу за все эти вещи. Аминь. 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 Продолжение следует... 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 И ты, Всевышний, слушаешь меня. В тиши ночной луна в окно заглянет, Слезу пытаясь светом исушить. И так легко-легко на сердце станет, Что я с тобой смогла поговорить. В тиши ночной луна в окно заглянет, Слезу пытаясь светом исушить. И так легко-легко на сердце станет, Что я с тобой смогла поговорить. Уъединившись в нелюдского шума, Когда зажгутся мириады звезд, К тебе несу проблемы свои думы. Благодарю, что слушаешь Христос. В тиши ночной луна в окно заглянет, Слезу пытаясь светом исушить. И так легко-легко на сердце станет, Что я с тобой смогла поговорить. В тиши ночной луна в окно заглянет, Слезу пытаясь светом исушить. И так легко-легко на сердце станет, Что я с тобой смогла поговорить. Слезу пытаясь светом исушить. В тиши ночной луна в окно заглянет, Слезу пытаясь светом исушить. И так легко-легко на сердце станет, Что я с тобой смогла поговорить. Слезу пытаясь светом исушить. И так легко-легко на сердце станет, Что я с тобой смогла поговорить. Слезу пытаясь светом исушить. Давайте мы вставшим вместе сейчас споем. Слезу пытаясь светом исушить. Слезу пытаясь светом исушить. Слезу пытаясь светом исушить. И так легко-легко на сердце станет, Слезу пытаясь светом исушить. Искушение нас тревожит, Жизнь печальна рукавом. Каждый пусть из нас возложит Скорбь свою всю на неровь. Он один среди вселенной, Может свет свет и пролить. Лишь Христос один на венах, Может горе отмечить. Изнываем и подстоем Этой жизни суетной. Сердце лишь Ему откроет, И Он даст душе покой. Если нас, друзья, забыли, Скажем Господу о том, И Христос проявит в силе, Что Он верный друг во всем. И Христос проявит в силе, Что Он верный друг во всем. Присаживайтесь. Дорогие мои. Итак, сегодня мы празднуем День Благодарения. Вы знаете, мне хочется сказать, Что День Благодарения у нас должен быть всегда. Мы должны всегда и за все благодарить Господа. Нет, нет, я не против Дня Благодарения. Но сердца христианина, Сердца верующего человека, Знающего Бога, Это благодарное сердце. Один человек мне говорил так, Рассказывал, Как его мать учила молиться. Говорит, ты проснулся сегодня? Бог разбудил тебя? Да. Но не забудь Его поблагодарить за это, Что Он тебя разбудил. День пришел к вечеру. День склонился к вечеру. Не забудь поблагодарить Его за то, Что Бог дал тебе прожить этот день. И поэтому я хотел бы прочитать, Перед тем, как мы будем еще молиться, Немножечко порассуждать. Это послание к Колоссянам. Это первая глава с 9 стиха. Это молитва апостола Павла. И он говорит так, «Посему и мы с того дня, как о всем услышали, Не перестаем молиться о вас и просить, Чтобы вы исполнялись с познанием воли Его, Во всякой премудрости и разумении духовном, Чтобы поступали достойно Бога, Во всем угождая Ему, Принося плод во всяком деле благом, И возрастая в познании Бога, Укрепляясь всякой силой, По могучиству славы Его, Во всяком терпении и великодушии с радостью, Благодаря Бога и Отца, Призвавшего нас к участию В наследии святых во свете, Избавившего нас от власти тьмы, И уведшего царства, Возлюбленного Сына Своего, В котором мы имеем искупление крови Его, И прощение грехов. Мы знаем, мы проходили уже послание к Колоссянам, И знаем эту историю, Я думаю, что каждый из нас считал послание к Колоссянам, Что апостол Павел, Он пишет к церкви в Колосах, Которую он не видел, Но Евпафраз, Который был сотрудником апостола Павла, Он основал эту церковь. И Павел радуется тому труду И тому богословению, Когда там образовалась церковь в Колосах. И он говорит, С того дня, как мы услышали, Мы не перестаем молиться и просить. Дорогие мои, вообще жизнь христианина, Она и тем отличается от людей мира сего, Что мы пребываем в Его Слове, И мы молимся. Помните, В шестой главе Деяния апостола, Там сказано, Что когда ропот там появился в церкви, И апостолы избрали там семь диканов, Он говорит, А мы постоянно пребудем В молитве и служении Словом. Это наше назначение. Я хочу сказать, что Это не только часть апостолов. Это часть каждого христианина. Вникать в Слово Божие. Изучать Слово Божие. И молиться. Первоапостольская церковь, помните, Там сказано, Они постоянно пребывали В общении, В приемлении слова, В учении апостола, в молитвах. Они постоянно пребывали в этом. Вот это назначение. Из чего состоит молитва? Вот сейчас апостол Павел помолился. Молитва, она состоит, в общем-то, из двух частей. Это просьбы. Это благодарения. Даже вот эту молитву, которую я сейчас прочитал, Он говорит, о чем они молятся Богу. О чем он просит, Чтобы исполнялись по знаниям воли, Во всякой премудрости, разумению духовному, Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Его. И так далее. И потом он говорит, Молясь и прося, и благодаря Бога. У нас должен быть правильный баланс. В молитве нашей. Наши молитвы не должны быть только одни просьбы. Иначе это будет какое-то попрошайничество только. Дорогие мои, у нас должен быть баланс. И я хотел бы привести один пример, который говорит об этом. Но прежде еще послание к филиппийцам, 4 глава, 6 стих, говорит такие слова. Опять, смотрите, баланс. Не заботьтесь ни о чем, Но всегда в молитве и прощении с благодарением Открывайте свои желания пред Богом. Молитва и прощение, благодарение. К Тимофею апостол Павел пишет. И так, прежде всего, прошу совершать молитвы, прощение, моление. И опять, обязательно благодарение. И там написано, помните, за всех человеков. Но иногда много в молитвах просим, но благодарим мало. Вот сегодня Володя уже напомнил один такой пример. Это Евангелие от Луки, 17 глава. Там сказано о том, как Христос десять прокаженных исцелил. Они кричали за Ним. Они просили Его. Я не знаю, как им дошла весть о том, что Он может. Но я думаю, они усиленно это делали, что Христос сказал. Пойдите, покажите священнику. И вот что дальше? Какие последствия? Я читаю. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога. И пал низ к ногам Его, благодаря Его. Тогда Иисус сказал, не десять ли очистились? А где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме всего и на племенника? И сказал Ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя. Дорогие друзья, я хочу заметить, и в этом тексте, и в других текстах, когда сказано, благодарили Бога, возблагодарить Бога, прославить Бога, восхвалить Бога. Это слова-синонимы, и они часто взаимозаменяемы. И в других переводах, где у нас сказано, допустим, прославили Бога, написано, возблагодарили Бога. Но я не об этом еще. Я хочу подчеркнуть правильное негодование Иисуса Христа. Я думаю, Он не говорил это со спокойным лицом. Он говорил это от сердца. Не десять ли очистились? Он точно знал, что очистились десять. Где же девять? Почему они не пришли и не воздали славу Богу? Почему? Пришел самарянин. Девять было евреев. Я думаю, каждый из них знал историю про Неймана Сирианина. Когда этот военачальник сирийский, он был прокаженный. И когда-то в этой земле израильской, когда-то пророк Елисей, или честь пророка Елисея, Бог совершил это чудо. И он сказал ему, иди омойся и будешь чист. Он не сказал ему потом, вернись и потом уже воздай славу Богу. Но мы знаем, что эта история, она говорит о том, что когда Нейман сначала упирался, а потом, когда он это совершил. И когда он увидел, что его тело стало как телом, ну, новорожденного ребенка. Свежее, красивое, очищенное. Он написано, вернулся к человеку Божию. Я думаю, они знали эту историю. Знаете, не повернулись, я не знаю. Но я думаю, что Господь говорил это от сердца. Почему они не вернулись? Почему они не пришли и не воздали славу Богу? Десять очистился, один пришел. Дорогие друзья, вот так бывает у нас. Знаете, просьб много, молитв много. Благодарности не очень. Знаете, я вижу две причины. Почему мы должны благодарить Бога? Во-первых, мы должны благодарить Бога, потому что Он есть Бог. Потому что Он Бог, который достоин хвалы. Бог говорит, я не дам славы моей иному. Ему поистине принадлежит вся хвала. Я думаю, сотни мест в Писании, которые говорят о том, что мы обязаны прославлять Бога, потому что Он Бог. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ, овцы паства Его. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его, благословляйте имя Его, ибо Он благ, милость Его во век, и истина Его в рот и рот. В 99-й Псалом говорит, Он Бог, Он достойный этого. И в Его присутствии, когда мы обращаемся к Нему, мы должны со славословием, с благодарностью приходить к Нему. В 49-й Псалом говорит, принесите в жертву Богу хвалу. Очень часто мы можем в жертву приносить что-то. В Ветхом Завете люди животных приносили. Бог говорит, хвалу принесите в жертву. Да славят Господа за милость Его, за чудные дела Его для сынов человеческих. Вот это то, что мы должны делать. Это должна часть нашей жизни быть. Молитвенной жизни. Евреям 13-го глава, 15-й стих. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертвы хвалы, то есть под уст прославляющих имя Его. Я говорю, можно еще много, весь вечер сегодня перечитывать и говорить те места, которые говорят о том, что мы должны это делать. Будем отдавать Богу Божье. А Кесарю, Кесарева, как сказал когда-то Иисус Христос, Богу принадлежит хвала подобающая. Мы также должны благодарить Бога, потому что это справедливо. Потому что справедливо, когда что-то нам дается. Когда ты что-то получаешь, спасибо сказать, благодарю. Второе послание Фессалоникийцам, 2-я глава, 1-й стих говорит такие слова, 1-я полустища. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога. Это справедливо, когда мы человека благодарим за каждое доброе дело, за доброе слово, за всякую помощь. Это справедливо. И это справедливо, тем более, когда к Богу мы обращаемся. Потому что Бог все совершает и делает. Итак, благодарение должно быть частью нашей жизни. Как я уже сказал, он должен день начинаться и заканчиваться благодарением. Ангелы Бога благодарят, не только люди. И когда мы читаем книгу Откровения, там много раз сказано, что ангелы вместе с 24 старства, вместе с животными, они славили и они благодарили Бога. Иисус Христос в своей земной жизни, в молитвенной жизни, как часто он обращался к Богу благодаря Его, к Богу Отцу. И теперь я хотел бы еще дополнить список, за что мы должны благодарить Бога. За что? Ну, наверное, прежде всего мы должны благодарить Бога за спасение. 1 Тимофея, 12 глава, ой, 1 глава, 12 по 15 стих так написано. «Благодарю, давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив наслужение, меня, который прежде был хулитель, гонитель, обидчик». Дорогие друзья! А вы знаете, наша благодарность, наверное, выше и качественнее, если так можно сказать, и сильнее, когда мы понимаем ту глубину рва, откуда мы извлечены, когда мы понимаем ту скалу, откуда мы истечены, когда мы знаем, кто мы были без Христа и кто мы во Христе. И поэтому апостол Павел говорит, благодарю Христа Иисуса, что Он признал меня верным. Как часто мы благодарим Бога за то, что Он дал нам служение, дал нам возможность на этой земле служить небу, на этой земле быть соучастником в Его труде. Вот даже здесь апостол Павел говорит, что Он признал меня верным, определив наслужение. Я хотел бы, чтобы это было частью наших молитв и благодарения. Как часто мы благодарим Бога за то, что Он спасает других? Как часто? Ну, мы радуемся, когда люди спасенные, правда? Когда кто кого-то спасает. Но мы должны это делать всегда. Я читаю 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 13-14 стих. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья. Что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, Который Он призвал вас, благовеслованием нашим, для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Дорогие мои, вдумайтесь в эту молитву. Апостол Павел говорит здесь, что мы должны благодарить, что Бог от начала избрал вас. Когда это от начала? Прежде вековых времен. Когда мы читаем послание к Ефесянам. В первой главе. Там так сказано. Четвертый стих. Как Он избрал нас в Нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Он избрал, говорит, прежде создания мира. Но призвал вас через нас. Попробуйте молиться такой молитвой. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты от начала избрал этого брата или этого сестру. Эту сестру. Потом призвал его в такое-то время. В 20-21 веке. Благодарю Тебя, говорит, за это Господь. Может быть, мы не понимаем до конца. Но мы знаем, мы слышим, когда мы изучаем Писание и говорим о Писании, что Писание непогрешимо. Мы можем не понимать. Попробуйте поблагодарить, как благодарил апостол Павел. Более того, как часто мы благодарим Бога за то, что наши братья и сестры духовно возрастают. Вот мы слышим, что свидетельства, что люди говорят о том, что они растут. Что люди говорят, что они в себе сами замечают новую жизнь совершенно. Благодарим ли мы Бога за это? Как часто мы благодарим Бога за конкретных людей? За конкретных людей. К Филимону есть такой стих, там написано. Благодарю Бога моего всегда, вспоминая о Тебе в молитвах моих, слыша о Твоей любви и вере, которую Ты имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым. Дорогие мои, мы знаем конкретные люди, мы видим их труд, мы видим их служение, мы видим посвященность. Как часто мы просто, Господь, я благодарю Тебя за то, что я с этим братом в одной церкви. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты благословляешь его или ее. Благодарю Тебя. Знаете, почему мы Бога должны благодарить? Потому что это Он взращивает. Потому что это Он совершает. Не потому что брат хороший такой или сестра, и такие способные. Он это делает, Бог, и Его мы должны благодарить. Но самое главное, то, о чем мы должны благодарить Бога, это как вот здесь апостол Павел пишет Колоссянам. Благодарю Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, и избавившего нас от власти тьмы, и увечившего нас в царство возлюбленного Сына Своего. Дорогие мои, призвавшего, здесь не просто вот я достойный, Он мне призвал. Это не моя заслуга, что Он мне призвал. Тут более смыслу подходит это слово призвавшего, как удостоился меня. Это Он сделал. То, что мы заслуживаем, очень четко и ясно нам говорит вторая глава послания к Ефесянам. И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противопротивления. Дальше, между которыми мы все жили некогда, по нашим плоским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, Он нас спас. Он нас облагодетельствовал. Вот в этом призвании Он призвал нас к наследству нетленному. Дорогие мои, вы знаете, что у нас есть наследство, чистое, неувидаемое, хранящимися на небесах для нас, как апостол Петр пишет. И очень много в Писании говорится о наследстве, которое ожидает верующего. Я думаю, что мы не до конца понимаем, не до конца понимаем само наследство. Я думаю, что ребенок, которому два или три года, он не понимает, что у его родителей есть наследство. И что его жизнь уже обеспечена. Что о нем позабочено. Он не понимает. Он понимает ласку, любовь, внимание. И он это имеет. Мы имеем наследство, хотя, может быть, до конца и не понимаем. Я скажу, почему мы имеем наследство. Потому что наш Отец Бог. Бог. Потому что мы имеем право сегодня взывать Алва Отче. Потому что мы, дорогие друзья, дети Божьи. А если дети, то и наследники. Сонаследники же Христу. Далее. Сказано, что Он избавил нас от власти тьмы. Избавил нас от власти тьмы. И это правда. Апостол Павел говорит, в Деянии Апостола, в 26 главе, там сказаны такие слова. Он говорит, Бог меня послал, чтобы обратились от тьмы к свету. От власти сатаны к Богу. И веруя в меня получили прощение грехов и жребий с освященными. Мы были под властью. Но Он нас освободил. Он избавил нас от власти тьмы. Дьявол и сегодня ходит, как крикающий лев из всякого поглотить. Он ходит сегодня, но Он не прикасается к нам. И не потому, что мы такие безгрешные. Написано первое послание Иоанна, пятая глава, восемнадцатый стих. Рожденный от Бога не грешит, написано. И у Кавы не прикасается к Нему. Дорогие мои, знаете, почему не прикасается? Потому что рожденный от Бога. Потому что рожденный от Бога. Потому что дитя Божье. Я как-то смотрел, иногда смотрю, мне нравится смотреть про животных, и вот среди крокодилов лазит маленький гиппопотам. Знаете, да? Гиппа. Бегемотик. На него как смотрят эти здоровые хищники. Он маленький, а он ходит между ними. Они бы свободно могли его съесть, но не знают, что за ним смотрит его мама, которая одним укусом может перекусить любого там крокодила. Дорогие друзья, поэтому, да, он ходит за нами, но мы под Божьим присмотром. Он избавил нас от власти сатаны. И он ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего. Пускай благословит нас Господь. нашу жизнь, наше служение, наше хождение перед Ним. Пускай наша жизнь, она будет благодарением Богу. Наши молитвы, не только просьбы, но в наших молитвах, чтобы всегда было место, за что я должен возблагодарить Господа моего. Аминь. Помолимся. Господь, Отец Небесный, благодарим Тебя за спасение и благодать. Благодарим Тебя за Иисуса Христа. Благодарим Тебя за то, что Его ранами мы исцелились. Благодарим Тебя, Господи, за то, что мы некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные. Ты дал нам право называться и быть детьми Твоими. Благодарим Тебя, Господи. Мы благодарны Тебя за то, что мы знаем о Твоей опеке, о Твоей заботе о нас постоянно. Мы знаем, Господь, что Ты, как добрый пастырь, Ты пасешь нас, Ты ведешь нас, Ты охраняешь и защищаешь. Благодарим Тебя за это. Благодарим Тебя за церковь нашу. Благодарим Тебя за каждого брата и сестру. Благодарим Тебя, Господь, за то, что когда-то Ты их избрал прежде создания мира. За то, что когда-то Ты их призвал в свое время. Благодарим Тебя за это. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты даешь духовный рост. За то, что мы видим и слышим свидетельства и радуемся, потому что видим, что жизнь не изменяется. Мы Тебя за это благодарим. И мы просим Тебя, чтобы благословить нас и надальше. Взращивай, веди, будь прославлен в жизни каждого. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь. Благодарим Тебя, Господь из Назарета, За счастье, что Тобою не дадут. За то, что однажды меня Ты в жизни встретил И стала на путях моих святой. За то, что однажды меня Ты в жизни встретил И стала на путях моих святой. Ты шел к нам и навстречу, Расходи из Назарета, Поем и тем, где в нежде ты ходил. И здесь встречались люди, которых Ты утешил, Которых Ты нашел и исцелил. Я видел слезы счастья в глазах освобожденных, Я слышал Твои кроткие слова. Смотри, будь таким же, иди и делай так же, Люби людей, как любишь Ты себя. Смотри, будь таким же, иди и делай так же, Люби людей, как любишь Ты себя. Иди меня, Дух Божий, Господь из Назарета, Пусть там, где мне пройти Тобой дорогу. Не будет отделенный, не будет несогретый, Твой свет во мне пустит далеко. Не будет отделенный, не будет несогретый, Твой свет во мне пустит далеко. Иди меня и дальше, Господь из Назарета, Я знаю, как будут Твои следы. Лишь там, где ищут света, Где боль людей безмерной глубины. Лишь там, где ищут света, Где боль людей безмерной глубины. Слава Богу, дорогие друзья, за это собрание. Наше собрание закончено. Есть такая просьба, чтобы мы вот это все разобрали там в коридоре. Вот, пожалуйста, несколько братьев. Вот здесь я смотрю, такие молодые братья стоят. Помогите, пожалуйста, вот сейчас собрать это все, отнести туда в коридор и еще молодежь, пожалуйста. И там в коридоре будут для наших детей в пакетиках уже нам дадут всем, чтобы мы взяли домой с собой. Хорошо? Благословения вам всем! С Богом! Благословения вам всем! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...